дорогие друзья всем привет сегодня 18 апреля и как вы уже поняли сегодня мы снова были в лесу и посмотрите какую гору добра и оттуда припер если хотите увидеть как это было то приятного просмотра и мы снова вернулись на наше место потому как уверены что не все здесь собрали да и плюс прошли дождики и по-любому выросли еще грибочки сегодня мы немного другим составом максик сегодня вырвался на грибалочку уже нашел сморочковую шапочку да а это прям свежаки по вылазили видать недавно видишь максик они чистенькие не надо брать их с мусором кстати если вы не знали 23 апреля в америке празднуют день сморчка так что наступающим вас друзья есть там регионы где эти грибы в особой цене о местах их их него произрастания знают лишь немногие хранят места в тайне как настоящие грибники и передают эту информацию по наследству смотри какие большие смотри ну-ка красота какая варенье великаны смотри какие великаны великан сказка но это они вокруг вот этого дерева это что у нас верба да а вот интересная шишка максимка хорошо а ты именно под бугорками находил их вот мы находимся средь соснового хвойного леса в таком вот островке это островок лиственного леса и вот именно вот в таких местах прошлый раз нас ждали грибочки максим к вот смотри какие красавцы сразу нас тут встречает 22 стражника даже 3 ой да их тут много смотри смотри сколько их здесь максимчика кто-то из подписчиков знаешь мне сказал что они напоминают стражников английской королевы вот вот допустим я начинаю с самого начала с этого маленького да тут все именно такие частички красивые такие красивые большие чистые смотри я их недооценивал раньше тут прям из-под корней дерево вырос бери максик некоторые люди мне советовали не брать ножки ну я не соглашусь с ними ножки тоже очень красивые и вкусные они мне показались и не только мне и тещеньке чем-то они напоминают кальмарчиков молодец я тоже нашел да тут их по двое и по трое растут а вот сзади тебя прям под попой вылезли под листьями вот они их не видно грибы весенние в другую пору года вы их не встретите только весной успеете насладиться каких-то две-три недели и все и все крупенькие деликатесные грибочки тут и тебе и мне хватит срывай тут увидел и у меня выше ты видишь как они прячутся нужно внимательно тут смотреть чтобы не наступить а то жалко будет так из моих наблюдений вот вы видите сосны и верба стоит или верба как правильно она одна она уже старая и вокруг нее вот как раз и росли наши сморчковые шапочки ухты как я мог таких красавцев вот для чего я тебя взял ну извините в лесу такое случается красавцы да а их плохо видно сразу не заметишь нужно глазик настроить увидел ну вот смотри вот прям под этими старыми могучими осинами на поверхность по выпрыгивали здесь их видно хорошо здесь такая равнинка как бы многие из вас спрашивали какие же они на вкус я вам скажу лучше всего один раз попробовать чем сто раз услышать это особенные грибы не зря их считают деликатесными легкий такой вкус непередаваемый максичек видишь под ногами а ты ко мне ближе иди они под листиками дал прячутся в прошлый раз я был не прав когда сказал что сухие брать не нужно сухие брать тоже нужно оказывается они в воде возвращаются к жизни вот совсем на поверхности а я не увидел ну это ножка одежда там лезть туда за ним ой а вот сколько пропустил демою еще и сбил один или это не я будем думать что это не я как же они маскируются хорошо да как тебе в лесу хорошо и мне что увидел красоту по моему немаленькую красоту ты увидел тихо ты увидел или нет а ну давай вот сюда покажи его нам во всей красе ох ты ну это прям как беляк какой-то ну-ка увесистый держи молодец а если ты находишь один гриб то ты находишь и второй гриб но все равно в конце видео друзья я вам покажу один рецептик который мне понравился смотри максимчик показался да капочка одна показалась нравится искать такие грибы нравится конечно искать вот такие грибы потому что если искать очень легко судя по маме не скажешь ой ничего что я вас снял наверно иди бабушка зовет папа тут сам справится ты за моим большим ох ты почти с тебя ростом да вот смотри вот видел давай рви иди сюда утро началось сегодня таким солнечным а сейчас уже немного облака закрыли солнышко ну мне все равно нравится уже говорил как-то о том что я люблю больше такую пасмурную погоду нежели когда печет солнце покрутился на одном месте и он где-то исчез а потом вернулся назад оглянулся а он не может о кальмарчик покажи лайк после прошлого захода здесь повытыкались совсем свеженькие за пару дней а еще и дождик прошел о ну то мы наверно в прошлый раз пропустили такой здоровяк ну ка покажи класс чего это у тебя уже почти полная корзинка до максик ну хорошо замечательно молодец а я вот пока с тобой разговаривал чуть не пропустил такого экземплярчика классного вот еще один экземплярчика кто кто вот а ну скажи кто 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 земплярчик о вот первый я увидел еще второго потерял а вот второй так это можно не замечать а вон максик смотри впереди у тебя будут два братца стоп под ногами смотри ох класс тут конечно можно и глазик оставить ух ты что это он под собственным весом сломился вот это кальмарище вот он стоял и вот его не стало ух сейчас около 15 градусов тепла такая комфортная температура и ветер не дует тихо тихо по прогнозу то будет еще дождик идти всю недельку но дальше обещают заморозки ночные вот это уже нехорошо молодые сморчковые побеги а этот взял и сам проткнул шляпку так и рос ну есть действительно прям такие экземпляры как тёщенька говорит слоны правда большие такие как их не показать вот я прям вижу как они растут большие шляпки не ножки а и сами шляпки есть же такие сморчки сморчок деликатесный такой вид очень большие шляпки прям как перец болгарский вот здесь вот спрятался хорошо его все равно найду вот такой гриб интересный если найдете местечко не спешите сразу уходить обязательно оборачивайтесь назад все время кто-то да и остается очень интересная особенность ближе к вот этому большому дереву они крупнее там вы видели они какие-то были худенькие ой а эти прям как бивни мамонта многие жалуются что не могут найти такие грибы и не мудрено я вот стою вы увидите ну может быть 2-3 а тут их посмотрите сами вот если я каждую чищу чтобы он торчал ой даже найду еще дополнительные которых я не видел посмотрите посмотрите сами друзья вот если камеру держать по горизонту видно здесь и там под палочками будем сразу их складывать потому как велика вероятность по ним пройтись потоптаться это тот который под веточками прятался а этот тот который растет близ какашечек будем думать что козьих я заметил что прямо вот смотрите по кромке лиственного леса где начинается уже хвойный здесь прям они так массово повылазили все молоденькие совсем сейчас я вам покажу друзья здесь просто можно с коленней и не подниматься а я думаю что максик так противится чтобы я сюда шел почти под каждым листиком ждет сюрприз ой максик у тебя ты вывернулся все свое богатство ну богатство сейчас все вернут бугорочки пап смотри какой гигант вот это ты надыбал тут полянку тебе помочь тебе помочь так тебе уже складывать некуда что есть складывай ой я тебе давай а вон какой гигант торчит ты видел вон 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 так тут их два три даже красавец я появлюсь конечно да ты возьми прям с корзинки пересыпь да и все ты вот эти корешки обламывай их не надо брать с земелькой ну ты то грибы не ешь я буду похрустывать под сосной два торчит и такой привлекательный бугорочек и там рыбочек два а даже два у меня вот я нашел один да вон бугорков там куча даже третий там есть четвертый там есть какой кудрявый если у тебя соединенный гриб можно его расцепить у тебя получается два гриба в одном эти бочки похожи на шишку на шишку да есть что-то снова попали на такую поляночку да где их просто просто очень много максичек конечно же пропускает потому что мне надо поесть чтобы я у меня зрение было ну сейчас идем кушать уже в машину ты так славно потрудился честно признаюсь я сам перекусить уже желаю а сырые осморочки в этот раз что-то не хочется вот она поляночка если рассмотрите друзья вот вот вон вон тут еще много 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 в общем я пошел собирать давай тут за деревом еще ну ты уже почти вторую корзинку полную набрал посмотрите друзья китайцы для нас тоже кажется на одно лицо сначала а когда ближе знакомишься они оказываются все разные вот этот вот рос соснах этот здесь вот здесь вот что это у нас вербы вот среди своих чернокужих братьев вылез вот такой вот белокурый грибок там бабушка вообще не разъебается да ага ну вот мы уже под насобирали да Максик уже вторую корзинку свою я уже повысыпаю папе потому что вторую корзинку я уже и бабушке уже некуда класть все закончили на сегодня нашу грибалочку вот такой вот результатец все пока-пока все пока-пока ну что драгоценнейшие мои друзья вот мы и на кухне добро пожаловать нужно немножко вымочить грибы в воде подержать в какой-нибудь посудине а потом я просто беру каждый грибочек отделяю шляпку от ножки вот так вот обязательно в шляпке нужно промывать потому как там бывают всякие лесные жители еще пытаются спастись и помещаем кастрюлю с водой для первого отваривания я уже предвещаю комментарии по поводу ножек этих грибов мы с тещенькой сошлись во мнении что они похожи на кальмарчики батя помыл все грибы так что ставьте лайк так что ставим вариться и так что хотелось бы отметить еще раз я когда-то уже упоминал слова миколога Михаила Вишневского о том что грибы отваривают в двух случаях либо это чтобы выгнать из них горечь либо же чтобы разрушить те слабые яды которые нейтрализуются путем кипячения но в данном случае предполагаемые яды так как грибы считаются у нас условно съедобными мы будем также разрушать кипячение но варить грибы нужно не более двадцати минут если же варить дольше то пропадет весь грибной вкус и аромат все все то ради чего мы все это собственно и затеивали сделаем так пускай они покипят пятнадцать минут в этой первой воде далее я их просто переложу и еще пять минуточек и хватит и поставил здесь две кастрюли на огонь угадай зачем затем чтобы сразу из этой кастрюли после того как они покипят переложить в этом порядка одна кастрюля побольше вторая же поменьше не только потому что у меня нет большой второй кастрюли но еще и потому что грибочки наши варятся вторую водичку сразу можно посолить здесь все как обычно помешиваем снимаем пенку ну вот друзья мои настало время окунать их во вторую ванну вот так вот потихонечку вываливаем и в этот кипяточек бросаем водичка по цвету напоминает индийский масала чай вот вторая водичка уже прозрачная промываем промываем вот сейчас можно взять эту шляпку и сделать вот так вот можно взять ножку и сделать так вот и все ново есть еще один рецепт интересный я хотел просто пожарить а тут я увидел в ютубе можно взять эту шляпку разрезать как звездочку вот вот таким образом посмотрите как оно получается ну это чересчур заморочливо и каждую так вот так опустить в кляр и на раскаленное подсолнечное масло выложить будет вкусно думаю но я так не пробовал еще и так что было крупное мы порезали на сковородочку отправляем пусть влага испарится из них смотрим с вами что вода уже вроде бы вся выпарилась самое время добавить маслечко растительного сегодня первый раз в этом году увидел змею это был ужик вещей так и не встретили лучше накрыть потому как стреляли на тихий огонь поставим и ждем пока они станут румяные со всех сторон многие люди мне советуют отдают такие рекомендации что сморчковые грибы любят а хорошо сочетаются со сливочными продуктами сливочное масло сметана хорошо бы добавить туда сметанки лучочка и все это дело еще потушить у нас там осталось ложки две сметанки пришла пора лучка ну вот он уже и лучок подрумянился добавим сюда сметанки запах очень аппетитный да и выглядят красиво накрыли крышечкой дайте им минут пять там попережениться я правда сюда добавил еще кусочек маленький сливочного масла сынок ну-ка оцени сынок ну-ка оцени ну а на этом мы желаем друзьям вам всем доброго здоровья удачи в грибалке и не только ждем от вас комментариев лайка подписки колокольчиков и до новых встреч пока пока